Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение, я Евгений Монархович. Вот и начинается сезон 2019-2020 в полной мере. С 27 по 29 сентября физкультурно-оздоровительный центр Полесья-Арена принимал десятый международный турнир по волейболу среди женских профессиональных команд, посвященный Дню Работниковы, Ценой, Газовой и Топливной промышленности, а также 45-летию выпуска первой товарной продукции на Мозорском НПЗ. Состязание вернулось к мозорским болельщикам после годичного перерыва. И на сей раз в просторном игровом зале с соответствующим меркам профессионального спорта четыре команды вышли на старство мирования, которое, согласно своему статусу, началось торжественное церемонии открытия, а на ней, с приветственным словом к участникам и гостям этого чудесного турнира, обратился генеральный директор открытого ценного общества «Мозорский нефтеперерабатывающий завод». Замечательный турнир, он уже стал традиционным. Очень приятно, что приезжают сильные команды. И наша команда «Жемчужина-Полесе», я думаю, покажет достойный результат. И это является такой хорошей подготовкой для нашей команды к чемпионату Республики Беларусь. Уверен, что турнир он получится. Команды покажут самые высокие качества. Но и приятно, что в этом году турнир проходит в этом новом зале, который недавно открыли. Здесь совсем другая атмосфера, совсем другие условия. Я думаю, что здесь приятно играть, здесь приятно смотреть за играми, за участниками. Поэтому я очень рад, что у нас появился вот этот вот зал, куда можно прийти и понаблюдать за вот таким замечательным международным турниром. Трудно переоценить роль Полеси-Арины в развитии «Мозорского волейбола». И, конечно же, НИБУДЬ, МНПЗ не было бы ни этого физкультурно-оздоровительного центра. Ни такого масштабного турнира, ни, собственно говоря, волейбола подобного класса на Полесе. Что до игры, то они в первый день принесли следующие результаты. Череповецкая-Северянка выиграла у другой российской команды «Юзгу», Атом, Курская область, 3-0, 25-23, 29-27, 25-20. Наша жемчужная Полеси, одержав непростую победу в первом сете, 26-24 все-таки уступила участнику Лиги чемпионов в команде «Химик» из Горока и Южной. Последующие три партии, 23-25, 14-25, 21-25. Однако место грусти сразу заняло радость от яркого события. А именно предложение руки и сердца одного из болельщиков нашей команды в адрес Виктории Бресюк, которая не могла ответить отказом столь знаменательный день. И таким образом, 10-й международный турнир на призы Мозорского нефтеперерабатывающего завода, кроме высококлассного волейбола, был отмечен и вот таким знаменательным приятным событием. Второй игровой день ознаменовался матчем «Северянки» и «Химико», который специалисты считали скрытым финалом турнира. И на удивление многих российская волейбольная дружина уверенно переиграла визавит. 3-0, дважды по 25-15 и 25-12. А вот наша же Мчужнополесье в упорнейшей борьбе уступила своим соперницам. Из Курской области 2-3, 24-26, 25-16, 20-25, 25-11 и 13-15. Третий и завершающий день турнира принес украинскому «Химику» второе место после его уверенной победы над «Юзгу Атом» 3-0, 28-26 и дважды по 25-22. А вот третье место зависело от результатов завершающего поединка между Череповецкой и Северянкой, уже обеспечившей себе титул и нашей. Жемчужное полесье, в которое опыты молодец шли рука об руку. Ольга Рахман, Анастасия Миклашевич, Жанна Голодко, Яна Русак, Наталья Дедицкая, Виктория Бресюк, Ольга Мавшук – вот тот фундамент, на котором строятся будущие победы. Вместе с тем, без игроков, скажем так, среднего звена, а Дарья Булах и ее тезки Сираж сложно навести мост к юному поколению, которые олицетворяют собой воспитанницы с дюшер Мозорского нефтепроводящего завода Дарья Бурак и Диана Васьковская, Анна Корабенович и Нина Галах, Маргарита Захаренко. Но на все нужно время, в том числе и на создание хорошей волейбольной команды, которую у Жемчужного полесье в этом сезоне все непременно получится. А пока эпизодами полеський волейбольный гурман получал наслаждение от действий наших волейболистов. И первая партия матча, кстати, вполне могла остаться за подопечными Михаила Михайловича Коваленко. Жемчужинки имели даже сетбол, но в итоге 24-26. Поражение в первой партии, а за ней не слишком удачный второй сет – 10-25. В честь наших спортсменок они собрались силами и, как это говорят, вернулись в игру, да минимума сократив разницу в третьем сете, который тоже повели представительность Череповца. Причем, что примечательно, в этой партии постоянно на площадке играли юные воспитанницы с дюшер, в Мозорске НПЗ и что Маргарита Захаренко, что Дарья Буракса и Ниной Галлах однозначно могут занести этот матч себе в актив. Тоже можно отнести в целом по турниру Игнаш Милибера. Дарья Сиро, Шизяне Васьковская. Просто превосходно временами играли Анастасия Миклашевич и Наталья Дедицкая. Очень старались. Ольга Мавшук – капитан, которая только одну тренировку провела в этом сезоне. И, конечно же, стремились доказать свою состоятельность. Ольга Рахман, Жанна Голодко, Яна Русак, наши пасующие Дарья Булух и Виктория Брюсюк. Молодая надежда полетского волейбола Анна Карабинович, но не все и не у всех получалось. Хотя на то и пресезонный турнир, чтобы тренеры в боевой обстановке видели своих игроков и уже к чемпионату страны, которая стартует на этой неделе, подвели команду во всеоружие. Возвращаясь к матчу и его результату, скажем, что третья партия 25-23, а вместе с ней и весь матч 3-0, остались за северянкой. Блестящие команды на этом турнире, не отдавшие соперницам ни одного сына. Понравилось, как вчера играли, сегодня не понравилось, на самом деле много своих ошибок допускали. Мозыр нам, как всегда, нравится, приглашайте. Мы очень довольны, очень рады такому гостеприимству страны белорусских, наших коллег, скажем так. Все хорошо. Одна из ключевых волейболисток череповецкой команды – опытная Ксения Кравченко. Одна из лучших волейболисток 9-го турнира на призы Мозырского НПЗ, который в 2017 году проходил в спорткомплексе Мозырсоль. Теперь 10-й турнир, снова победа с нескольким видоизмененным составом участников и уже в просторной полесе арены. Сал очень красивый и немного больше, чем предыдущий. Здесь намного интереснее стрелищные игры. Например, мячи какие-то далеко улетают, и девочки достают. Это очень интересно. Но насчет уровня и все, в принципе, то же самое. Борьба всегда у всех команд. Поэтому нам очень нравится приезжать к вам. Особой любовью Мозырян в составе Северенки пользовалась Надежда Смирнова, которую полейский волейбольный болельщик знает по выступлениям за барановичский атланты столичную минчанку, еще под фамилией Маласай. Надежда только два месяца тренируется после перерыва. А с чем связана игровая пауза, пусть расскажет нам сама Надежда, которая, кажется, очень соскучилась по любимому волейболу. Конечно, соскучилась по волейболу. Перерыв у меня был связан с уходом в декретный отпуск. У меня родилась доченька. Мы все очень счастливы, ждали. За это время, конечно, я успела соскучиться по волейболу. И рада сейчас выступать. Ну, конечно, за Северенку тоже. И, в принципе, вообще. Произвела ли впечатление на одну из лучших белорусских волейболисток Полися Арина? Да, я здесь до этого не была. Вот первый раз, получается, приехала в этот зал. Зал, ну, в принципе, очень хороший, большой, комфортный для волейбола, для зрителей, я думаю, тоже. Вот, в принципе, можно сказать, что, да, волейбол развивается в модурии. И девчонки, и команда тоже стали намного сильнее. Это интервью мы записывали уже после церемонии награждения. И еще в преддверии торжественной процедуры мы преседовали с нашими гостями. Это не первый наш приезд. Мы уже играли, смотрим, играли в маленьком зале. И тогда это наносило характер тоже турнира. Вот. Очень нравится ваш город. И поэтому с удовольствием сюда возвращаемся. Дарья участвовала вместе с своей командой на нашем турнире в 2011 году. И тогда химик буквально смял всех своих оппонентов. Теперь только второе место. И с чем связано отступление от позиции команды участницы Лиги чемпионов. Да, вы знаете, с прошлым годом нас покинуло пять человек основного состава. И мы пока еще на стадии сыгрываемости. Вот. Поэтому мы пытаемся найти, как бы, свою игру, взаимопонимание на площадке. То есть пришли новые люди, пытаемся играть быстрее, нежели мы играли в прошлом сезоне. То есть немножко стиль игры поменялся. Но, как бы, вчера, конечно, игра не сложилась. Мы получили приличный подзатыльник. И это нас мотивировало на то, чтобы реабилитироваться в сегодняшний день. Златокам волейбола известно, а для несведущих болельщиков мы решили уточнить, что представляет собой волейбольный клуб «Химик» из городка Южного. Это абсолютный лидер. Бессменный чемпион уже 9 лет. Это, будем говорить, флагман женского волейбола. Как у менеджера спросили ему Дмитрия Валерьевича о секрете успеха волейбольного клуба. Можно шаблонными фразами там сказать, но, если по-честному, нужна система. Мелочей в спорте не бывает, в команду тем более. Нужна система, организация всего тренировочного процесса, быта, игрового, разумеется, на который переносится все, что за площадкой. А уже сама система за собой потянет и игроков, и персонал, и тренеров. Ну и успех, разумеется, придет, если будет выстроен такой механизм. Приятное впечатление оставила себе команда Курской области Юзгу Атом, которая заняла третье место, что хорошо или плохо на взгляд капитана этой волейбольной дружины Екатерины Булановой. Сыграли мы в среднем, можно сказать, потому что очень много ошибок своих, но это простительно только тем, что мы мало еще игровой практики у нас, именно этим составом. Нам нравится прижать, потому что очень гостеприимно встречаются всегда, очень добродушно. Но, мне кажется, состав в этом сезоне у команды Мозыря немножко послабее, чем был раньше. Но сопротивлялись все, мне кажется, все равные команды. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Возможно, состав Жемчужной полиции показался Екатерины не столь грозным из-за отсутствия Люднилы Капитан, которая перешла на тренингскую работу. И, кстати, Люднила единственная участница всех десяти состязаний на призы Мозырского нефтеперабатывающего завода. Девять раз Люда участвовала в этом соревновании как игрок. И вот сейчас впервые как три. Конечно, когда ты по ту сторону баррикад и десять лет принимал участие в этом турнире, конечно, хочется безумно играть, хочется чем-то помочь команде. Но все, что в наших стилах тренерский стаб делает и дает возможность поиграть молодежи. Я очень рада, что собрались такие достойные соперники. Мы набрались опыта. И я думаю, что с каждым годом будет турнир наш процветать. Хотела сказать большое спасибо организаторам. Когда ты участвуешь в организации, ты понимаешь какой-то большой труд, какая-то ответственность. Поэтому спасибо всем, кто организовал наш турнир. И я надеюсь, мы достойно играли. Невероятно сложно было входить в этот турнир Ольги Мавшук, присоединившаяся к «Жемчужне Полесе» буквально перед соревнованием. И наверняка в спортивной карьере Ольги не было еще такой необычной и скоротечной подготовки. Продолжительностью в трехдневный турнир, когда прогрессировать нужно было буквально с каждой игрой. И к чести Оли ей это удавалось. От матча к матчу, да. Я считаю, что был прогресс, так как я все лето и весь сентябрь практически не тренировалась. И сразу, как говорится, под поезд. Но ничего, будем тренироваться. И с каждым днем будет играться на все все лучше и лучше. Венчала турнир церемонии закрытия, на которой выступала председатель первичной процедурной организации Мозорского нефтеперерабатывающего завода Ольга Николаевна Кулыба, Которая тепло напутствовала волейбольные команды, кажется, неплохо подготовившись к сезону 2019-2020, Ну а после церемонии награждения в начале индивидуальных номинаций. Лучшей нападающей стала Анастасия Жукова-Юзгу Атов. Лучшая связующая представительница украинского химика Ольга Скрипак. Лучшая либера Варвара Шепелева-Северянка. Награждения обладательниц лучших волейболистов Суихамплуа перемежали с вручением призов сильнейшим игрокам команды на турнире. И в жемчужине Полесье таким игроком стала Наталья Дедицкая. В Череповецкой северянке Нина Шевелева. А в украинском химике капитан команды Екатерина Фролова. Она подтвердила свое лидерство, как и еще одна Екатерина-капитан Булатова. Она получила награду от визгу Атова. Далее снова лучшая Вамплуа. И как лучшая блокирующая Виктория Пушина приносит еще одну награду северянке. А вот лучшей диагональной стала Анастасия Миклашевич, наша жемчужина. После выступления артиста в Дворце культуры МНПЗ слово заместителю генерального директора нашего нефтепровадающего гиганта бирового значения и награждение командными призами. За четвертое место жемчужина Полисия, за третье место курсскую команду Юзгу Атом. Вице-чемпионкой стала украинская команда химики. Наконец, второй раз к ряду первый приз увозят домой в Череповец северянкой. Не глядя на то, что наша команда не попала в число призеров, можно быть довольным. Этим этапом подготовки, по сути дела, генеральной репетиции. К чемпионату страны, который на этой неделе возьмет свой старт. Я считаю, что это важный этап к чемпионату. И очень интересно было такое разнообразие команд. Южный химик, мы с ними виделись, сейчас другой состав, другая игра. Мы более наигрались, уже, скажем так, свои ошибки где-то изменили. То есть игра наша улучшается. И я надеюсь, что все-таки мы сделаем выводы и в чемпионате выступим на отлично. Ну а какие впечатления о турнире остались у главного тренера нашей команды, Михаила Михайловича Коваленко? Ну, работа ведется. Турниром в целом доволен. И составом турнира очень непростой турнир. Российские команды уже сыграли свой кубок. У них официальные матчи позади. Традиционно они к нам приезжают. Мы в этом году тяжеловато так комплектуемся. У нас и по подготовке есть вопросы в плане физического. Но по содержанию игры я остался доволен. Костяк команды вырисовывается. Да, мы где-то пока проиграем, наверное, в физике, потому что есть причины. Молодежная сборная отвлекала, кто так нам поздно присоединился, предсезонку не проходил. И для этих условий даже неплохо мы играли на турнире. Может быть, это такой результат не тот, который хотелось бы. Надо научиться выигрывать концовочные мячи. Именно там, где решается судьба сета и в итоге матча. Одно из достижений нашей команды – игра на турнире молодых волейболисток. Воспитанец Дюшор Жемчужина Полесья, который мало-помалу подходит к основному составу – главной профессиональной волейбольной дружины Мозорского нефтепрабатывающего завода. Ну, вы видите, что сегодня даже на площадке в один из моментов стояли все воспитанники Дюшор Жемчужина Полесья. Это говорит о том, что именно та стратегия и тактика, которую мы разработали, она оправдана. Мы сделаем ставку именно на своих воспитанников. И сегодня мы уже получили кое-какие результаты. Конечно, еще далеко нам до успокоения, до успокаиваться не надо, но уже результаты сегодня налицо. Отметим работников физкультурно-оздоровительного центра Полесья «Арена» во главе с директором Сергеем Витальевичем Пугачевым, для которого данный турнир стал первым международным соревнованием на посту руководителя ведущего спортивного комплекса Мозорского района. Ну, это очень хорошо, что такой турнир пришел впервые в Полесье «Арену». Во-первых, это очень хороший опыт, но у нас было настолько взаимопонимание целей и задачей между нефтеперерабатывающим заводом, между Жемчужиной Полесья и между Полесьей «Арена», что турнир прошел просто на вот как бы как один день. Уже в субботу в 15.005 октября здесь, на Полесье «Арене» состоится первый тур чемпионата страны высшей лиги группы «Б», в котором Жемчужина Полесья-2 примет соперников из Бреста при Бужье ЦОР. А наша главная профессиональная волейбольная дружина в Могилеве днем позже в час дня выйдет на площадку спорткомплекса «Олимпийс», чтобы в встрече с коммунальником МГУ продемонстрировать ту игру, какой наша команда стремилась на 10-м международном турнире, посвященном Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и приуроченной к 45-летию выпуска первой товарной продукции Мозорского нефтеперабатывающего завода. Ну что ж, дорогие друзья, мы рады открыть новый сезон 2019-2020. Приходите на волейбол, Жемчужина Полесья обязательно порадует вас. А на сегодня это все, с вами был Евгений Монаркович, Вячеслав Пересыпкин и волейбольное позрение. До свидания.